Доброе утро, дамы и господа, друзья, товарищи! Сегодня хочу показать вам снова керамику, мою любимую тоже. Давно не показывалась, уже целая неделя прошла. Вот начну с этой вазочки. Она довольно-таки небольшая. Вот такая с незамысловатой росписью, но ручная, сразу видно. Вазочка винтажная, давно-давно у меня стоит. Сестра двоюродная Надюша мне тоже отдавала. Вся абсолютно целенькая, никаких сколов, никаких трещин. Хорошенькая вазочка. Я вначале подумала, что это абстракция моя любимая, но нет, оказывается, цветочки такие. Вот такая вазочка. Так, вот молочничек. У меня вообще нет же фарфоровых молочников. Один есть, и тот чуть раненый, хоть я его и подлечила. Но всё равно. А этот молочник керамический. Большой довольно-таки. Сантиметров, наверное, двадцать высотой. Тоже очень винтажный. Давным-давно мне ещё в городе отдавали соседка. Уже столько лет прошло. Здесь даже стоит какое-то клеймо. Написано Си, я так поняла. Иди. Но что это означает, честно говоря, не знаю. Ну, я смотрела сколько раз, но не нашла в интернете ничего. Так. Хоть, конечно, керамика у меня уже осталась не очень-то такая. Не шедевры, как многие показывают. Ну, куда теперь одеваться? Есть, что есть. Вот такой кувшинчик маленький. Или тоже вазочка. Ну, вообще-то, наверное, кувшинчик, я так думаю. Тоже очень винтажный. Здесь даже написано слово «ряжанка украинская». Ну, наверное, девочки или мальчики с Украины, наверное, знают, что это означает. Может, название какого-то предприятия, потому что бутылочка нарисована украинска. Даже по-украински написано и украинское. Жаль, я украинских слов мало совсем знаю. Ну, хотя они почти как русские же, боже. Вот такая вазочка или кувшинчик. Так. Вот еще одна вазочка. Ну, это точно видно, что это вазочка. С такими цветами объемными. Лепниной. С двух сторон. Тоже, конечно, абсолютно винтажная. Это мне в прошлом году моя Наташа отдала, которая уехала в город. Которая мне все отдает. Вот такая темного цвета, коричневая. Ну, лично мне нравится. Не знаю, как кому. Многим, конечно, нравится шикарство. Ну, а я человек непривередливый. Мне все нравится абсолютно. Вот такая кружечка. Или это как можно назвать? Или мини-вазочка. Да нет, к вазочке, наверное, больше не относятся. Ну, наверное, типа стакана или кружечки, только без ручки. Может, как-то по-другому называется. Тоже с красивой лепниной. Зеленого цвета, изумрудного, наверное. Тоже глубоко винтажная. Это мне тоже Наташа отдавала. Так, эти я показала. Вот такая вазочка. Мне лично очень нравится ручная роспись. Вся блестит. Цвет такой комбинированный. И зеленый, и темно-зеленый, и как бы коричневая чуть-чуть проступает. Но очень интересная вазочка. Мне нравится. Клейма никакого нет. Вот такая довольно-таки красивая ваза. Так, это сюда. Это туда. Так, вот еще одна. Но это типа вазы и типа кубка. Потому что мне этот когда-то давно отдавал один дедуля. А он говорил, что он занимался спортом, футболом. Проходила королева спорта в Любино. Это городского типа поселок у нас в Омской области. Где выпускали или выпускают знаменитую нашу сгущенку. Может быть, кто-то знает. Потому что она на всю страну известна была. Как-то я была в Москве, в Краснодаре. У нас не было этой сгущенки в продаже. Был дефицит. А в этих городах я видела свою сгущенку. И, кстати, там купила и привезла сюда. Вот интересно, да? Говорят, даже в Германии видели нашу сгущенку Любинскую. Друзья рассказывали, которые там живут. Вот королева спорта, 81-й год. Представьте, 40 лет этой в Азии уже, в Азии кубку. Вот время 40 лет. Это же надо. Любина. Моей подруге, кстати, с 81-го года она тоже позавчера исполнила 40 лет. Любина. Так, и последнее. Это кувшин уже, можно сказать, великан. Даже как бы сделать, чтобы показать-то. Вот какой высокий кувшин. С ручной росписью. Даже не знаю, как это все показывать. Ну, вот так, наверное, больше иначе никак. Огромный кувшин. Сантиметров, наверное, 30, а может быть и 35 высотой. И ширина тоже, объем тоже очень большой. Ну, в общем, огромненький кувшин. Ну, роспись какая, смотрите, какая красивая ручная роспись. Прелесть просто. Розочки с листьями. Ну, вернее, розочка с этой стороны. О, с двух сторон. Ой, ну красота. Очень люблю ручную роспись. Раньше, конечно, понятия не имела. Но вот в последнее время, как стала увлекаться. Оценила по достоинству. Не, ну, так-то художество, искусство, живопись я это давно люблю, обожаю. Но вот на посуде не обращала внимания, раз я не увлекалась посудой, была абсолютно равнодушна. Ну, а теперь уже понимаю, можно сказать, где ручная роспись, а где деколь. Или, как сейчас есть, оказывается, еще шелкография какая-то. Вот такая красота. Такой огромный кувшинчик. И вот на крышечке такая роспись. Прекрасная, прелестная. Закрывается. Без изъянов. Это мне когда-то давно тоже дарила одна знакомая бабуля. Ну, кувшинчик тоже очень винтажный. Ну, вот. На сегодня. На сегодня все. Всем приятного просмотра. Спасибо всем за лайки, за прекрасные комментарии. И пока-пока.